Приближаются выборы, избирательная кампания у нас в разгаре. И вот смотришь на эту кампанию, иногда начинает казаться, что самая влиятельная партия у нас — это альтернатива для Германии. Не то чтобы дела у популистов шли как-то особенно хорошо, как раз совсем наоборот — за год они потеряли половину своей поддержки. Но так послушаешь, что говорят политики демократических партий и слышишь от них время от времени лозунги и темы, которые обычно мы привыкли слышать от популистов. Вот лидер свободных демократов Кристиан Линднер уже призвал смириться с аннексией Крыма, а теперь выступил и сказал, что беженцев нужно отправлять домой после того, как закончится война. Ну то есть пройдет пять лет или десять, закончится война, нужно взять беженцев и отправить их обратно. И пусть они знают об этом с самого начала, не учат немецкий, не интегрируются, все равно же депортируют. Зачем? Или вот партия зеленых выпустила плакат, на котором написано «Верни себе свой город». Ну почему это так похоже на плакат ЭДГ «Верни себе свою Германию». Ну то есть зеленые имели в виду нечто совершенно иное, что нужно усиливать коммунальную политику, делать город более удобным для пешеходов, но сходство-то, сходство, куда денешь? Или вот политика из христианской демократической партии Йенс Шпан борется за чистоту немецкого языка. То его раздражает слово «Окей», то он негодует, что в космополитическом Берлине свободные художники и сотрудники международных компаний разговаривают между собой по-английски. Параллельное, понимаешь, общество, понаехали тут. Но сильнее всего против понаехавших выступил кандидат в канцлеры от социал-демократической партии Мартин Шульц. Мартин Шульц призывает убрать из Германии американское ядерное оружие. Ну, то есть Россия разместила в Калининграде Искандеры, проводят у границ НАТО в три раза больше учений, чем это делает НАТО, а Шульц призывает разоружаться. Если перенести это на внутреннюю политику, то получится так. Вот у нас в районе стало неспокойно, давайте уменьшим количество полицейских и перестанем закрывать двери на ключ, чтобы не провоцировать. Это не значит, что Шульц предлагает отказаться от ядерного сдерживания. Он прекрасно понимает, что если ядерное оружие выведут из Германии, его разместят в какой-нибудь другой европейской стране. И даже этого не произойдет. И это Шульц тоже прекрасно знает. Это как раз тот самый классический случай предвыборных обещаний, которые никто не собирается исполнять. Но дело, конечно, не только в обещаниях. Вот две недели назад пришел так называемый российский конгресс партии альтернативы для Германии. Речь там, правда, шла не столько о России, сколько об Америке. А именно о том, что мы в Германии живем в оккупированной стране. Что с этим безобразием нужно заканчивать, оккупацию прекращать, из НАТО выходить, американскую армию выгонять. Но только в отличие от Шульца, ДГ предлагает не разоружаться, а наоборот вооружаться. Вот один из ораторов хвалил с трибуны военное сотрудничество между Советским союзом сталинского времени и Германией и хвалил независимый дух немецкой армии, в том числе в вермахте, по его словам несправедливо обиженным, и в войсках СС. И ему хорошо аплодировали, в том числе кандидаты в Бундестаг из бывших граждан Советского Союза. А еще на этом конгрессе распространяли вот такой журнал. Называется «Консервативные российские немцы». То есть делала это не сама партия, а какие-то активисты-сторонники. Вот, например, портреты активистов партии из российских немцев. А вот речь одного из лидеров партии Бьорна Хёке. А чуть подальше мы видим интервью с убитым в 1930 году активистом национал-социалистической партии и лидером штурмовиков Хорстом Веселем. Он учит тут основам национально-освободительного движения. А на следующей странице статья про то, как прекрасно отдыхали трудящиеся в Третьем Рейхе. Тут так и говорится, историки умалчивают, что Третий Рейх был прежде всего службой на благо немецкого народа. В общем, всегда можно поискать какие-нибудь идеи и поддержку справа, только вряд ли кому-нибудь это поможет победить.